Что же все-таки происходит со здоровьем Кадырова, то он еле ходит, дышит, затем снова приходит в себя, и на какие источники ты опираешься, когда говоришь о его плохом состоянии здоровья. Когда Кадыров находился в Москве, он, отвечая на вопросы российских журналистов, комментировал, что бы он хотел сделать с Зеленским. И Дудь его, где-то он его дожимал, но потом, когда он понимал, что уже, ну он не хотел его дальше в угол прям загонять, он отступал, оставлял какие-то моменты, хотя там, конечно, можно было его дожать. А теперь Зеленского он мечтает посадить в подвал, а Зеленский для него шайтан, я напомню, неоднократно он об этом высказывался. Все-таки получается, шайтанов, людей, которых он считает шайтанами, в подвалах он все-таки держит, даже мечтает этих людей в подвал засунуть. Кстати, лайфхак для вас, кадыровцы, которые там находятся, на фронте воюют. Если у вас уже такая ситуация, вы там решили самоподрыв совершить, напоследок какой-нибудь запишите, послание оставьте для этих хозяев ваших, которые вас туда отправили, как пушечное мясо. Дайте им какой-то фидбэк от этой авантюры. Все равно вам уже терять нечего, вы уходите из этой жизни. Достайте телефон, запишите это как-нибудь, кому-нибудь в руки, может быть это попадет к украинцам, кому бы то не было. Как-то если это обнародуется, это будет хорошее последнее слово, которое вы оставите. А я уверен, что вам есть что сказать, даже в этот экстремальный последний момент, я уверен, что вам есть что сказать об этих людях. Скажите, чтобы не только мы об этом говорили, чтобы они понимали, что вы о них думаете. Не думаю, что даже перед тем, как взорвать себя, они выскажут свое мнение о Кадырове, они будут думать о выплате своим родным, и что Кадыров за это еще и от себя им доплатит, они полностью ему... Я не думаю, я думаю, человек, взрывающий себя, он в этот момент, он все прекрасно понимает, и он готов все высказывать. Я, конечно, сам никогда не был в такой ситуации, но я могу себе представить эмоциональное состояние человека, готового уйти из жизни, по крайней мере, я так думаю, что я могу себе это представить. И я понимаю, что он не будет там в этот момент думать о каких-то выплатах, о последствиях. Наверняка этим людям, если у них будет возможность, они захотят передать последний привет Кадырову и этой прочей шушей. Что же все-таки происходит со здоровьем Кадырова, то он еле ходит, дышит, затем снова приходит в себя, и на какие источники ты опираешься, когда говоришь о его плохом состоянии здоровья? Значит, смотрите, Кадыров абсолютно здоров. Абсолютно здоровый человек. То, что вы видите, что он какой-то распухший, что у него живот, как будто он там тройняшками беременный. То есть, вот все то, что вы видите, заторможенная речь, отекшее лицо, абсолютно какая-то непонятная фигура, вот это вот все, то, что он пытается это скрыть, носит какие-то непонятные оверсайз наряды в несколько размеров больше него самого. То есть, вот это все свидетельствует о его хорошем состоянии здоровья. Просто не верьте своим глазам. Именно так ведь, не ведь в этом нас хотят убедить. Поэтому давайте сделаем вид, что мы верим в них. Когда Кадыров находился в Москве, он, отвечая на вопросы российских журналистов, комментировал, что бы он хотел сделать с Зеленским. И тогда он сказал, что он бы хотел, он мечтает о том, чтобы посадить Зеленского в Чечне в подвал. Послушайте самого Кадырова. Чайтану в Чечне в Чечне в Чечне в который Кадыров хочет посадить Зеленского в подвале. Примечательны они тем, что не так давно, когда были обвинения в адрес Кадырова, что он содержит людей в подвалах, незаконных абсолютно, то есть не в каких-то ИВСах, то есть в местах предназначенных для задержания заключенных, задержанных, а что есть какие-то секретные тюрьмы, подвалы, в которых содержатся люди. Кадыров тогда нам доказывал, что никаких подвалов, ничего в Чечне не существует. И что даже он якобы пригласил там Следственный комитет еще кого-то к себе домой, чтобы те проверили, нет ли у него там каких-то незаконных подвалов послушать. Здесь Кадыров говорит, что у него там котельная есть, там очень хороший котел стоит, значит, он обогревает, никаких задержанных он там не содержит, подвалы у него тоже чистые. И он удивляется, как можно, он говорит, вообще шайтана привезти к себе домой, как это вообще, говорит, возможно, посадить его в подвал у себя дома. Так вот, шайтанов, значит, он к себе сажать брезговал, удивлялся, как их можно, а теперь Зеленского он мечтает посадить в подвал в Чечне. Все-таки получается, а Зеленский для него шайтан, я напомню, неоднократно он об этом высказывался. Все-таки получается, шайтанов, людей, которых он считает шайтанами, в подвалах он все-таки держит, даже мечтает этих людей в подвал засунуть. Видите, как просто нужно было подождать, должно было пройти несколько лет, должны были начаться события в Украине, чтобы смазки были сброшены, и Кадыров начал противоречить самому себе и, наконец, говорить правду. Про интервью Кадырковского у Дудя «Что скажешь?» Посмотрел, как раз сегодня, кстати, досмотрел это интервью, несколько дней его смотрел. Что скажу, Кадырковский из раза в раз в своих интервью, в своих высказываниях, в своих постах напоминает нам, подтверждает то, что он является, он является для нас врагом, в этом нет никаких сомнений, это человек, который ненавидит нас на таком генном, таком уровне. И если вы послушаете, допустим, даже вот в этом интервью, как он смотрит на события, происходившие тогда, то есть Ельцин для него царь, он говорит, что он с ним, он считал его там, то есть это был его непосредственный начальник, там шеф за него в угоне воду, и он поэтому не приемлет, чтобы его критиковали. И, соответственно, он даже, он считает ошибкой то, что бомбардировка была городов там и так далее. Но ссылки у него идут, то есть когда ему Дудь, например, спрашивает, а в чем разница, вот вы осуждаете, то есть он осуждает саму войну, так как нельзя бомбить города, он говорит, нужно было там как-то точечно и так далее. Но сам факт того, что Россия не смирилась со свободой Чечени и чеченцев, на это он отвечает, когда его Дудь спрашивает, а какая разница, вот что Украина, а мы, он говорит, признаем международное право. Это очень такой, знаете, важный момент, который вот его нужно для себя записать, потому что Ходорковский однозначно придет к противоречию этому своему высказыванию. То есть здесь он сослался, что международное право, типа есть международно признанные границы, и Украина по этим международно признанным границам, она, это отдельное государство, и вторжение на ее территорию является агрессивной войной. А Чечения, она не была, мол, признана международным сообществом, и по международному праву, якобы, она являлась территорией России, что, безусловно, абсолютно неверно, что, конечно же, спорно, но, то есть он таким образом обосновал законность того, что происходило в Чечне, и незаконность того, что происходило в России. Но он обязательно будет этому противоречить, даже когда, если, точнее, ему зададут вопрос, прямой вопрос о событиях в Израиле, и о Израиле-Палестинском конфликте, он обязательно пойдет противоречие этим своим высказываниям, потому что по международному праву территория Палестины оккупирована, Восточный Иерусалим оккупирован, и он это не скажет, понимаете, в чем прикол. И не только в этих, не только в этой теме, и в будущем, там будет много таких моментов, где он обязательно будет противоречить этому своему высказыванию, начнет юлить. Как он и делал, кстати, на этом интервью, во многих моментах он очень сильно юлил, и Дудь его, где-то он его дожимал, но потом, когда он понимал, что уже, ну, он не хотел его дальше, какой-то угол прям загонять, он отступал, оставлял какие-то моменты, моменты, хотя там, конечно, можно было его дожать.